Алина Волохова С культурными новостями мы согреем вас в ближайшие 20 минут. Занавес открывается. Чем удивят театр Оренбуржья в новом сезоне? Песочная анимация. Раскрываем тайны современного перфоманса. Заключительное лето в парке. Какой рекорд побили поклонники популярного проекта? Пожалуй, я знаю людей, которые абсолютно точно с нетерпением ждали осень. Это поклонники театра. Три летних месяца разлучили нас с любимым искусством. В нашей области семь государственных театров. И каждый из них готовит как минимум две премьеры. Чем оренбургские таланты удивят своих поклонников в новом сезоне? Актеры и режиссеры открывают секреты. Театр – это зеркало культуры. Алла Демидова. Ревкат Исрафилов лично проверяет готовность декораций. Здесь он – главный повелитель сцены. До премьеры остался месяц. Режиссер должен быть уверен в каждой детали. Впереди еще несколько генеральных прогонов. Продавец «Дождя» – первая от того самая ответственная премьера сезона. И в один из вечеров он предложил мне выйти за него замуж. И что ж ты ответила на это? Да? Что ты ему сказала? Я сказала, что он очень мил. И пожелала ему успехов в учебе. Тетушка Ильд говорит, что в этот год он начнет ходить в школу. Бедная Лизя выросла среди мужчин – отец и два брата. Они мечтают выдать ее замуж. Вот только с личной жизнью ей не везет. Так же, как и с погодой. В сельском городке уже долгое время нет дождя. Фермерское хозяйство отца гибнет от засухи. Спасти семью предназначено именно продавцу «Дождя». Он приходит как бы со стороны, как любой человек со стороны, тем более, свободный такой внутри себя. Он дает уже своим появлением какую-то надежду. Спасение веры – тема, актуальная на все времена. Образы ключевые для репертуара оренбургской драмы. Левка Цистрофилов практически в каждой постановке говорит о надежде и спасении человеческой души. В современном театре нельзя оставить без внимания и технический аспект. Режиссер открывает завесу тайны. Дождь в спектакле будет настоящим. И особое место в этой постановке занимает световое оформление. Обратите внимание, вот там у нас будет экран, который вообще-то будет вести экран внутреннее настроение героев. Не только световая партитура, а внутреннее настроение, внутренняя атмосфера. «Давец дождя» – не единственная премьера. В планах областной драмы спектакли «Бумбараш» и «Ромео и Джульетта». А молодой режиссер Александр Федоров готовится представить постановку «Дикарь». Удивит публику в новом сезоне и областной театр музыкальной комедии. Труппа готовит мюзикл «Три мушкетера». Сотни метров тканей потребовалось для пошива 70 костюмов. Яркие декорации более 30 артистов. Ощущается нехватка. Нехватка позитива, нехватка какого-то романтического начала. А где же великие поступки? А где же сумасшедшие вот эти наши деяния ради любимых женщин? Сразу после премьеры «Трех мушкетеров» труппа возьмется за детскую сказку «Иванда Мария». Постановщики приглашены из Москвы и Санкт-Петербурга. Очень хочется вернуться к этой традиции семейной, когда в театр должны приходить обязательно. Когда дети даже со школой приходят, у них одно восприятие. Но когда они приходят с мамой и с папой, ребенок совершенно по-другому начинает даже воспринимать то, что происходит на сцене. Есть в нашей области театр, для которого дети – это главные зрители. Кукольный мир распахнул свои двери 9 сентября. Спектакль «Три поросенка» – один из самых популярных в репертуаре. Молк! Мама! Искрометный юмор не оставит равнодушным ни взрослых, ни детей. Главная задача актеров – погрузить каждого зрителя в свой сказочный мир. Очень нервничаю. Понимаете, открытие сезона – это такая важная вещь. Каждый раз приходится работать со стопроцентной отдачей. И каждый раз, выходя на сцену, я думаю о том, что как бы мне сыграть, наверное, по правде. Да, вы знаете, правда в нашем деле – это очень важная вещь. Оренбургские куклы в новом сезоне выступят не только на домашней сцене. В сентябре начинаются большие гастроли. Несколько спектаклей в разных городах. Но, пожалуй, главная точка – это театр имени Образцова. Фестиваль «Огниво» – один из самых престижных в России. Более 200 заявок и лишь 20 театров в итоге. Два из них – Оренбургские. Областной кукольный и театр Пьеро. Увидеть, как работают другие театры, а на фестивалях очень много бывает еще и иностранцев, увидеть вообще, как работает весь кукольный мир – это необходимо. Очень трудно вариться в собственном соку. Маленьким любителям сценического искусства уделили внимание и в Татарском драматическом театре имени Файзи. Первая премьера этого сезона – музыкально-драматическая композиция. Она посвящена героической жизни Мусы Джалиля. Хочет он нашу землю испепелить, а свободный народ превратить в рабов. Спектакль идет на русском. Режиссер уверен, татарский театр должен рассказывать о своих героях на разных языках. Ведь главная цель – это сохранить культуру и сберечь память о тех, кто прославил не только татарский народ, но и всю Россию. Активная работа продолжается и уже над известными спектаклями. 6 октября сезон откроет постановка «Сладкий вкус полыни». В этот же день свою работу начнет и Орский драматический театр имени Пушкина. Юбилейный 80-й сезон откроет трагикомедия «Калека с острова и Нишман». Действие спектакля происходит на заброшенном в океане острове Инишман. История основана на реальных событиях. Герои спектакля – ирландские рыбаки. Судьба острова легла в основу трилогии Мартина Макдонаха. Одна из частей уже знакома поклонникам театра. В репертуаре оренбургской драмы идет спектакль «Лейтенант с острова Инишмор». Что же касается Орска, то это не единственная премьера. Еще два новых спектакля зрители увидят уже до конца октября. Это драма Алексей Каренин и комедия «Положение». И пока Восток области будет наслаждаться премьерами, жители Запада замрут в ожидании. Театр имени Гоголя откроет свои двери в четвертом квартале этого года. Но уже стало известно, что труппа начала работу над новым спектаклем. Это постановка для детей сказки «Дикого леса». Один философ сказал, что культуру нельзя унаследовать. Ее можно только завоевать. А сделать это не так сложно. Поставьте себе цель хотя бы раз в месяц сходить в картинную галерею, на концерт или же стать участниками творческого фестиваля. Поверьте, там есть на что посмотреть. О самых ярких культурных событиях сентября в нашем традиционном обзоре. Культура – великий учитель того, как следует жить. Дина Дим. Оренбургский художник Юрий Рысухин знакомит со своей выставкой столичных ценителей изобразительного искусства. Экспозиция «Звонки Левкаса» представлена в Центральном доме художника на Крымском валу. Московская публика увидит более 200 работ. Я хотел в этом зале выставить, потому что где-то лет 20 назад, или 30 назад, здесь была в этом зале выставка «Девочки художника Оренбурга». Такая была знаковая для нас выставка. И мне хотелось, как бы, через какое-то время выставиться именно в этом зале. Москвичи увидят все разнообразие творчества Юрия Рысухина. Пшеничные поля, красота венецианских каналов, сказочная встреча о соль и грее. Выставка Юрия Рысухина в Центральном доме художника приурочена к 70-летнему юбилею мастера. Увидеть «Звонки Левкасы» в Москве можно до 24 сентября. Оренбург – форпост России. Традиционный фестиваль казачьей культуры состоялся в Элегском районе. Он проводится в 17-й раз и уже давно вышел за пределы Оренбургской области. В этом году гостями казачьего праздника стали коллективы из восьми регионов России, а также из Республики Казахстан. История Оренбуржии неразрывно связана с жизнью казаков. Традиции культуры бережно сохраняются и сегодня. В нашей области 53 самодеятельных коллектива и более 200 казачьих ансамблей. «Здесь накачается Россия, здесь начинается она». «Ребёдушка выходила, с Аликейзер говорила, «Ребёдушка услыхала, отцу матери сказала». День народов Оренбуржия впервые прошёл в областном центре. На площадках культурного комплекса «Национальная деревня» собрались более трёх тысяч гостей со всей области. Для них организованы тематические площадки, самобытные ремёсла, национальные кухни, этнические костюмы. Участники могли бесплатно посещать национальные подворья. Идея проведения масштабного многонационального торжества принадлежит губернатору области Юрию Бергу. И уже сейчас можно говорить, что праздник нашёл отклик в сердцах оренбуржцев. «Пройдёт и 10 лет, и 20 лет, и это будет продолжаться, потому что сегодня очень много молодёжи. Это радует. Я видел, когда ребят, студенты шли, и не стесняясь, кто-то танцевал украинскую мелодию, кто-то мусульманскую мелодию, татарская песня была. Это здорово. Это праздник, люди отдыхают. Поэтому самое главное, что всё это искренне». Что делать, если море уже далеко, а так хочется прикоснуться к чему-то тёплому и летнему? Выход есть. На помощь, как всегда, приходит искусство. Один из самых популярных перформансов современности – песочная анимация. Изобретение канадского режиссёра Карлина Лифа нашло отклик в миллионах сердцах. Среди последователей и оренбургские художники. С секретами мастерства одного из них мы познакомимся прямо сейчас. Анна Щёголева – художник по песку, выпускница Оренбургского художественного колледжа. После окончания его вернулась в Альма-Матер уже преподавателем. Юным талантом Анна рассказывает об особенностях рисунка, живописи и композиции. Высшее образование Анна Щёголева получила в Магнитогорском государственном университете, а в 2007 году впервые выступала на публике с авторским песочным шоу. И только когда я подрисовываю глазик, многие догадываются, что это оказывается как бы, да, по-заму сословик. Для того, чтобы поразить зрителя, для того, чтобы запасть душу, нужны как раз вот эти вот переходы, когда человек сначала не понимает, что происходит, но вроде что-то рисует, и все сидят и думают, что же это такое, не могу. И только в конце, когда мы делаем какой-то акцент, человек раз и понимает. Технические научители можно быстро, легко. А вот что рисовать, это уже, ну, нужны способности и таланты. Вот в том, чем я занимаюсь, конечно, важнее придумать. Вся моя работа, основная, самая сложная работа, она не во время выступления происходит, а в подготовке. Когда встаешь к столу, есть вдохновение, нет вдохновения, пришла муза, не пришла муза, а надо сочинять. И надо сочинять так, чтобы было выразительно, красиво всех поразить. Искусство должно двигаться, искусство должно развиваться. И появление таких, это все-таки относительно молодое вид искусства, это очень важно и радостно, что люди развиваются. Другое дело, в каком направлении дальше развивается сандарт. Когда искусство ради искусства, есть художники, которые не выступают вообще на каких-то коммерческих мероприятиях, а занимаются спектаклями песочными, там, по симфоническим оркестрам или в каких-то интересных залах. Это, конечно, здорово, и это должно развиваться дальше, и должно быть. Плохо, что вот этот вот песок, он очень быстро коммерциализировался, очень быстро он перешел в эту нишу, и художники грешат тем, что он только зарабатывает. Есть такие интересные перфомансы, вот это ближе к ней, это ближе для понимания. Когда различные спектакли песком, в сопровождении, например, с симфоническим оркестром, такое есть, такое практикуется, художники очень любят такое, там, я не знаю, щелкунчик, да, оркестр играет, художник рисует. Это очень колоссальная работа, это колоссальное напряжение художника, потому что под музыку все это успевать, это очень сложно. И потом песок, он неповторим. Я никогда не смогу повторить. Вот мы сейчас картинку с вами рисовали там, да, и я ее не смогу повторить никогда, один в один. Стихи, песни и танцы под открытым небом – символ уходящего лета. Культурная среда Оренбуржья до последнего боролась за теплые деньки. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, пусть и ненадолго. Проект «Лето в парке» завершает свой третий сезон. Этот год стал рекордным. Более 52 тысяч человек стали участниками самой масштабной культурной акции региона. Нет новых направлений в искусстве. Есть одно – от человека к человеку. Станислав Ежелец. Ансамбль «Казачки» Республика Крым. Специальные гости финальной акции «Лето в парке». За три года проект вырос до всероссийских масштабов. Именитые гости со всей страны. Каждую пятницу парк «Салют Победа» встречает сотни поклонников искусства. Оренбуржцы приходят сюда целыми семьями. Развлечение по душе находят люди разных поколений. «На большом воздушном шаре Магарина, папа, света, мы с тобой проводим это место». Мы бываем здесь практически каждую неделю. Гуляем с ребенком. И как раз смотрим концерт, развлекаемся. Проект «Лето в парке» стартовал в 2015-м. Тогда участниками акции стали 7 тысяч человек. Годом спустя число гостей увеличилось почти в три раза. Но сезон 2017 произошел все самые смелые ожидания. Акция доказала, что люди хотят проводить «Лето в парке». Более полусотни тысяч оренбуржцев и гостей области стали частью грандиозного культурного проекта. Лето нас практически все время не баловало хорошей погодой. Тем не менее, люди приходили в любую погоду, смотрели, аплодировали своим любимым артистам, просто общались, просто были на открытом воздухе, приходили в любимые парки, приводили детей, приводили близких, друзей. Вообще, уличная и парковая культура – это замечательное явление в нашей жизни. И мне отрадно, что в Римургской области она возрождается в первую очередь благодаря проекту «Лето в парке». В подтверждении этому говорящие цифры. За два года к проекту «Лето в парке» присоединились 36 из 40 районов области. Самых активных из них наградили на финальном концерте. Призовые 50 тысяч рублей получил Орск, Бузлукский район и Ясненский городской округ. Главное, когда ты видишь, что тебя поддерживают, что тебе помогают, что тебя видят, слышат, естественно, и у нас такая же отдача. Поэтому я очень надеюсь на то, что и на следующий год мы приедем сюда с концертной программой. Главное достоинство проекта «Лето в парке» – его универсальность. Спектакли под открытым небом, музыкальное ревью, показы фильмов, встречи с известными актерами, художниками и писателями. Каждую неделю к «Лето в парке» присоединяется и областная библиотека имени Крупской. Библиомобиль дает возможность получить абонемент прямо в саду имени Фрунзе. Искусство делает все, чтобы быть ближе к человеку. Единственное, что нам остается – это ответить ему взаимностью. На этом мы с вами прощаемся, но не спешите уходить от телевизоров. Впереди вас ждет еще несколько полезных советов. В нашей рубрике «Афиша» мы расскажем, что приготовили оренбургские таланты для своих поклонников в ближайшую неделю. Аистенок и пугало на сцене Оренбургского областного театра «Кукол». Спектакль покажут 16 сентября. Маленьких зрителей приглашают к 11 часам. Любимые комедии в областном драматическом театре имени Горького. 17 сентября в 17 часов спектакль «Любовь и голуби». Открытие сезона в областной филармонии. Специальные гости – ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова. Коллектив выступит на сцене спортивно-культурного комплекса «Оренбуржья» 17 сентября в 19 часов. В Оренбургском областном музее изобразительных искусств открылась выставка «Судьбы моей причудливой лики». Это авторские работы члена Союза художников России Светланы Шлиют-Медведевой. Спектакль «Мадам, вы миллионерша» на сцене Орского драматического театра имени Пушкина. Зрителей ждут 16 сентября, начало в 18 часов. Новотроицкий музейно-выставочный комплекс приглашает на авторскую выставку Татьяны Дорож. Экспозиция называется «Я хочу заглянуть за горизонт». Бузулук. Гостиная «Бабье лето. Бархатный сезон» пройдет во Дворце культуры машиностроитель Бузулука 20 сентября, начало в 15 часов.